Поручитель и созаемщик. В чем разница? Один из важных пунктов в ипотечных договорах касается поручителей и созаемщиков. Что за роли и в чем их отличия, об этом расскажу я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Прежде чем выступить в роли созаемщика или заключать договор поручительства, следует внимательно ознакомиться с условиями, просчитать возможные риски, проанализировать свое финансовое положение на несколько лет вперед. Кто такие поручители и созаемщики? По сути, это лица, которые берут на себя ответственность за выплаты по кредиту вместе с основным заемщиком. Главная цель и поручителя и созаемщика – помочь заемщику получить нужную сумму, если доход самого заемщика не позволяет это сделать, а при возможных проблемах помочь ему и с погашением кредита. Разница в ответственности. Поручитель – это гарант, который обязуется помогать в соблюдении финансовых обязательств перед банком кредитуемому. Поручитель не обязан выплачивать чужой кредит, но выступает гарантом в случае, если у кредитора возникнут сложности. Созаемщик – это лицо, которое одновременно с основным заемщиком отвечает перед банком, то есть гасит кредит вместе с основным заемщиком. Получается, у поручителя и созаемщика разные типы ответственности. Поручитель не несет прямой финансовой ответственности перед банком, а созаемщик несет. И здесь важно сделать оговорку, что в данном случае предполагается солидарная ответственность созаемщика. Это значит, что ответственность переносится на второго заемщика в полном объеме, если первый заемщик нарушает график выплат. То есть даже при одной случайной просрочке банк автоматически подключит созаемщику к решению проблемы. Права и обязанности созаемщика и поручителя. Поручитель выступает только как гарант оплаты и не становится собственником объекта. Поручитель обязуется погашать долг лишь в том случае, если основной заемщик не может этого сделать. Заемщик вправе претендовать на часть имущества, приобретенного за счет кредитных средств, так как в рамках кредитного договора созаемщик выступает одной из его сторон. Он обязан возвращать заем наравне с заемщиком с начала действия договора. Становиться созаемщиком или нет – дело добровольное, но есть ситуации, когда созаемщика назначают автоматически. Например, если пара, состоящая в официальном браке, получает ипотеку, то один из супругов становится основным заемщиком, а второй автоматически назначается созаемщиком. Созаемщиками также могут выступать родители, совершеннолетние дети и другие родственники или близкие люди, не обязательно являющиеся родственниками основного заемщика. Главное, чтобы потенциальный созаемщик соответствовал всем требованиям, которые установлены банком и не возражал против роли созаемщика. Итак, резюмируем. Ответственность. У созаемщика один вид ответственности – солидарная, а у поручителя может быть и солидарная, и субсидиарная. Созаемщик обязан платить по кредиту в равной мере с заемщиком. Поручитель выплачивает кредит только если заемщик полностью не платежеспособен. Право собственности на предмет кредита. Поручитель не имеет права распоряжаться имуществом, полученным в кредит, а созаемщик является лицом полноценно владеющим имуществом или его долей. Поручитель не сможет компенсировать собственные затраты в том случае, если долг придется воплачить ему. Права и обязанности. Созаемщик – полноценный участник кредитного договора наравне с заемщиком, который имеет право получить и распоряжаться объектом или заемными средствами. А у поручителя прав нет, только обязанности платить за кредит получателя, если он этого сделать не в состоянии. Доходы. Созаемщик не учитывается при определении величины займа и лишь должен быть достаточным для погашения возможных долгов при прекращении выплат заемщиком. То есть доход поручителя никак не влияет на конечный размер кредита. Выплаты. При образовании просрочек по оплате кредита при наличии финансовых и иных трудностей у заемщика, сузаемщик обязан автоматически продолжать оплату кредита. А поручитель только после решения суда о признании заемщика неплатежеспособным при субсидиарной ответственности. Субъект. Сузаемщиком может быть физическое лицо, а поручителем и физическое, и юридическое лицо. Если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на меня. Если есть вопросы, пишите в комментариях. До новых встреч.